С городом. Радио. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Итак, мы продолжаем. Александра Шунина, Бекелкин. Утро на Болткоме. Сегодня 14 февраля. Мы связались. Связь установлена. Председатель управления аэропорта Рига Лайла Оденя с нами на связи. Господа Оденя. Доброе утро. Доброе утро. И речь, конечно же, пойдет, как было заявлено пару минут назад, о планах развития аэропорта. Новая стратегия была разработана, утверждена, называется Runway, то есть взлетная полоса 2027 и предполагает до этого 2027 года инвестировать почти четверть миллиарда евро в развитие аэропорта, достичь определенного пассажира оборота и так далее. Вот об этих планах. Первый и главный вопрос. Как так, госпожа Оденя, получается? Все вокруг стонут, у всех вокруг ограничения, пандемия. Аэропорт говорит, а мы будем развиваться. А у нас вот такие вот масштабные цели и есть соображения, как достичь определенных результатов. Как так получается у вас? Да, спасибо за вопрос. Конечно, база для этого в развитии уже была заложена несколько лет назад. Во-первых, рост объемов, который был у аэропорта Риги за много лет, примерно 10-15% в год. Также причина, почему нужно было менять стратегию и думать дальше, это то, что было достигнуто в своем роде максимальный объем перевозок. Мы обслужили 7,8 миллионов пассажиров в 2019 году. И думаю, что все, которые летали и пользовались нашими услугами, видели, что в часы пик недостаточно емкости нашего терминала, стойки регистрации в недостаточном количестве. Образовывались очереди, также и на досмотр по безопасности. То есть ясно было, что наш терминал, который был построен в начале 70-х годов и рассчитан на примерно 3,5 миллиона пассажиров, стал слишком маленьким уже давно. Поэтому одна из причин это было тоже, что нужно смотреть, как дальше развивать наш терминал и что необходимо дальше строить новый. Ну да, я прекрасно помню, действительно, в доковидные времена вот эта новая пристройка, новый терминал, даже он был полон. Но дело в том, что наверняка же какая-то коррекция произошла в связи с ограничениями. И мы помним все в начале пандемии самолеты вообще, можно сказать, не летали, и падение было жесточайшее. Я и предположу, что примерно на 90%, наверное, пассажиры оборот. Что дает вам надежду вернуться так быстро, так оперативно на прежние цифры? Ну вот вы сказали в 2019 году 7,8 миллионов пассажиров. Девять вы планируете через несколько лет достичь. Дело в том, что высказываются мнения, из-за пандемии аэропорт именно наш, Рига, потерял свой статус как такого прибалтийского хаба. И многие развернули свои полеты либо в Вильнюс, либо в Таллин. Я бы не хотела согласиться, конечно, с этим тезисом, что мы потеряли свои позиции. Да, конечно, в начале пандемии и также особенно в начале прошлого года были плохие месяцы для аэропорта Рига. В частности, из-за ограничений, которые в Латвии были у нас гораздо сильнее и серьезнее, чем в странах, как Литва и Эстония, например. И мы действительно в течение первого полгода обслужили всего лишь 400 тысяч пассажиров. Но потом, когда ограничения сняли, и это было в середине июня и начало июля, мы сразу видели, как наши потоки пассажиров обновились примерно 50% от 2019 года. И уже во втором полугодии мы обслужили 1,9 миллионов, то есть закончили год 2 миллиона 350 тысяч пассажиров. В этом году мы планируем 5 миллионов пассажиров, и это не просто наши домыслы. Мы базируем свои все планы на планах национального перевозчика, других перевозчиков. У нас Райнер открыл базу в ноябре месяце и сразу удвоил количество маршрутов, выполняющих из Риги. То есть у нас есть все основания считать, что возобновление пройдет достаточно быстро. И это не только наши мысли. Мы смотрим также на ACI, то есть это как бы организации аэропортов Европы, которые тоже делают свои планы и смотрят, как будет развитие. И там планы полностью возобновиться к 2024 году. Прекрасно, прекрасные планы. Плюс, если я не ошибаюсь, в марте-апреле новый перевозчик приходит в Рижский аэропорт Трансайера, кажется, да? Да, это хорошо, когда приходят, конечно, новые перевозчики. Это не только Трансайер, это Трансавия. Трансавия, да. Из Нидерландов будут полеты из Амстердама. Также и Санэкспресс планирует начать регулярные полеты в Анталию. То есть движение происходит, развитие происходит. Более того, мы тоже знаем, что также началось полностью строительство здесь, на нашей территории, железнодорожных путей и вокзала. Да, ветка Рейлбалтика, кстати. Да, да, да. О сотрудничестве тоже хотелось бы подробнее спросить, как оно развивается, что происходит? Ну, сейчас уже начались работы строительства дороги к аэропорту Новый, и также здесь другие работы начались. Все по плану, как и запланировано было Рейлбалтик в проекте. Так что здесь все происходит, все движется. Такое масштабное строительство, оно не может не повлиять на ежедневную работу аэропорта? Не будет ли опять какого-то падения, связанного с этим вот расширением и обновлением? Нет, падения пассажиров, перевозок, конечно, не будет. И как раз наоборот, мы все вместе работаем для того, чтобы таких ситуаций не было. Поэтому я сказала, что первые работы как раз это работы над новой дорогой, дорогой, которая будет вести к терминалу, чтобы не было никаких ограничений при подъезду к терминалу. Вообще, есть ли прогнозы по появлению каких-то новых маршрутов? Потому что мы понимаем, что важно, конечно, возобновить авиасообщение по всем уже действующим маршрутам после пандемии. Есть ли какие-то у вас сигналы о том, что появятся какие-то новые маршруты? Я бы хотела отметить, что этой зимой у нас даже столько новых маршрутов, как не было раньше. И особенно развиваются как раз маршруты, так называемые, может быть, солнечные страны, где наши туристы могут слетать и отдохнуть. И очень много новых уже маршрутов. Напомню, мы беседуем с председателем правления аэропорта Рига Лайлой Одани. И речь идет о крупномасштабных планах по развитию предприятия. Госпожа Одани, что касается дьюти-фри, невозможно без слез сейчас идти по аэродрому, по зданию аэропорта. Очень многие точки закрылись за последние два года. Что касается возобновления их деятельности или прихода каких-то новых арендаторов, есть тоже планы, соображения на этот счет? У нас уже есть новые арендаторы, есть новые кафе, которые открылись. Также арендаторы, которые сейчас арендуют помещение, не делают ремонты. И к весне мы думаем, что у нас практически все будет уже открыто. Плюс еще будут и новые арендаторы. Конечно, это сокращение было закономерным, учитывая то, что в три раза сократился поток пассажиров, и просто некоторые магазины стали нерентабельными. В планах, в стратегии вот этот Runway 2027 внесены также планы имитировать облигации. То есть аэропорт предприятия Лайдус Тарига выходит на биржу. Можно ли будет стать акционером? Ну, посмотрите, на данный момент этот вопрос еще окончательно не решенный. Мы рассматриваем несколько разных сценариев вместе с нашим супервайзори-бортом и думаем, как мы будем финансировать это все. Конечно, облигации тоже один из вариантов, как финансировать, но, скорее всего, это будет не единственный, скорее всего, это будет комбинированный вариант, когда будет и займ, и облигации, и также что-то, возможно, сможем покрыть какие-то расходы из структурных фондов Евросоюза. Ну и, конечно, наши деньги тоже в этом будут участвовать. Среди планов у аэропорта стать таким значительным центром авиации в Северной Европе. Насколько мы конкурентоспособны с аэропортом Амстердама, Копенгагена и Стокгольма? Я бы не сравнивала, может быть, с Амстердамом. Это немножко подальше уже. Но если мы смотрим на Хелсинки, смотрим Стокгольм и тот же Копенгаген, то мы не планируем, конечно, быть настолько великими аэропортами, которые будут обслуживать 20 миллионов пассажиров, как это является у тех аэропортов. Но на региональном уровне мы очень даже конкурентоспособны, потому что у нас хорошие тарифы, очень конкурентоспособные, у нас квалифицированный персонал, у нас транзитный поток пассажиров в 2019 году достиг 25-30%, что и является базой такого хаба. И также географическое наше расположение, оно уже и в прежние годы позволяло нам быть хабом, соединяющим север с востоком, а также восток с западом. То есть мы уже являемся хабом. Просто мы были хабом больше, может быть, балтийского уровня, но сейчас смотрим, как мы можем расширить наши границы. И, скажем так, Rail Baltic, железная дорога, нам это позволит сделать. Потому что, учитывая то, что здесь и будет железнодорожный вокзал, мы сможем и расширить эти границы. Пока Rail Baltic вступит в силу, начнут курсировать поезда, пройдет еще какое-то время, несколько лет. А сейчас планируется ли как-то расширить сетку сообщений, шаттл-басы с тем же самым Таллином, Вильнюсом и другими городами в соседних странах? У нас уже курсируют автобусы, соединяющие рижские аэропорты и Таллинн, и Вильнюс. Мы будем работать в этом направлении. Но то, что мы планируем в ближайшее время сделать, то есть мы планируем уже развить наш бизнес-парк. Это прилегающие земли к аэропорту, которые у нас сейчас не задействованы. И мы хотели бы там строить и отели, и, скажем, какие-то конференц-залы. Это может быть использована земляна в логистике для разных логистических центров или даже каких-то предприятий небольших, то есть и офис, конечно. То есть бизнес-парк, Рейл-Балтик-вокзал и наш новый терминал – это как бы и является составляющей части нашей новой стратегии, которая нам поможет стать новым центром и, скажем, увеличить объемы пассажиров потоков и быть конкурентными уже на другом уровне. Как приятно, когда утро понедельника начинается с таких оптимистических и воодушевляющих бесед. Огромное спасибо. Мы благодарим председателя правления аэропорта Рига Лайлу Оденю. Поговорили о том, как планирует развиваться аэропорт в ближайшие годы, а принята стратегия развития до 2027 года, которая так и называется «Runway» – взлетная полоса 2027, там и инвестирование в размере почти четверть миллиарда и рост пассажирооборота до 9 миллионов человек и прочие интересные вещи. Желаем, конечно же, успеха и развития нашему родному аэропорту Рига. Что же, на этом, видимо, нам самое время с Абиком с вами попрощаться. Спасибо, что были с нами. Всех влюбленных с 14 января. Приятного вам романтического дня, 14 февраля. И не только 14-го, а еще всех остальных 364 или сколько там бывает каждый год дней в году, полных любви, а полных также информаций от Радио Болтком. Впереди вас ждут, добро пожаловаться, «Диагноз недели» и «Диферам» с Максимом Леонидовым. И, конечно же, все самые свежие события о том, что происходит в мире, можно узнать на новостном портале «Микс Ньюс ЛВ». Хорошего, теплого, солнечного дня. Всего доброго.